Добрый день, друзья! Добрый день, коллеги! Меня зовут Анастасия. Я методист и педагогический дизайнер в лаборатории Сила Медиа. И я тот человек, который взаимодействует с ЧАД-GPT каждый день на протяжении уже 4 месяцев. Когда любому практику в руки попадается новый сервис или новый инструмент, первое, что мы делаем, это пытаемся его использовать, применить, потестировать, сделать руководство, попробовать каким-то образом включить в рабочий процесс. Я в эти моменты напоминаю себе пещерного человека, который нашел острый осколок кремня и пытается перепилить им ветку, побить по другому камню или привязать к деревянному копью. Очень и очень много различных экспериментов. И в своих экспериментах с ЧАД-GPT я сделала выводы, что практически любая задача, которую можно описать с помощью РЕД-стандартов, может быть передана на ЧАД-GPT. РЕД-стандарты, правила, если у вас есть инструкции для стажеров или для коллег, алгоритмы, чек-листы, подробный порядок действия, значит все это можно формализировать, перевести в промпт и отдать нейросети для выполнения этой самой задачи. Мы в Сила Медиа создаем самый разный контент, как контент для продвижения, внутренний контент, так и учебные материалы. Например, для нашей образовательной платформы мы готовим большое количество мультимедийных интерактивных лангридов, и у нас есть определенные правила и описания. Мы знаем, какой методике мы следуем, каким образом мы учим. Мы знаем нашу целевую аудиторию, у нас есть три портрета, на три довольно самобытные, интересные целевой аудитории. Мы представляем, какие форматы используем, и каким образом мы разговариваем с людьми. Тон-о-фойс, на ты, на вы, как мы какие-то вещи объясняем, до какой степени абстракции мы можем доходить. То есть это один документ. Второй документ касается формата. Например, формат учебного лангрида. Точно так же у него есть конкретная структура, и есть шаблон, по которому этот лангрид собирается. В нем задаются учебные цели. Он всегда заканчивается алгоритмом действий. Он, скорее всего, будет содержать блок с кейсами, где будут ссылки на какие-то дополнительные материалы. То есть, еще раз, учебный лангрид тоже очень формализован. И значит, мы можем взять данные из первого и второго документа, скомбинировать их и сформировать промпт для чат-GPT. Из чего он, скорее всего, будет состоять. Вообще, у методических промптов есть свои некоторые особенности. Уже предыдущие эксперты говорили, что мы часто описываем промпт, начиная с роли, задачи, какую-то информацию подаем на выходе и просим что-то конкретное дать на выходе. У методического промпта, как правило, добавляется описание целевой аудитории. Это очень важно, ведь детей и взрослых мы учим по-разному. По-разному подходим к студентам и к взрослым профессионалам, которые хотят повысить свои компетенции. Поэтому всегда подробное описание целевой аудитории. Желательно указывать методику обучения, которую вы используете. То есть в той базе, в тех датасетах, на которых обучался чат-GPT, довольно подробные описания. Если вы скажете перевернутый класс, если вы скажете смешанное обучение, если вы скажете таксономия блума, вас нейросеть, скорее всего, поймет и сможет сформировать материал, исходя из ваших требований. Значит, роль педагога-эксперта. Я, как правило, задаю, но роли могут меняться в зависимости от задач. Методист, методолог, педагогический дизайнер. Аудитория, структура лангрида, поскольку она у нас формализована. Очень важная часть, которую стараюсь добавлять во все свои промпты, особенно когда начинаю новый чат и новую рабочую задачу тестирую. Это пример, потому что, посмотрев на то, как именно мы пишем свои тексты, как мы структурируем материалы, с какими вопросами обращаемся к аудитории, чат-GPT, скорее всего, выдаст более адекватный, более соответствующий вашим целям и задачам учебный контент. То есть, по возможности, если есть примеры, мы стараемся их добавлять. Поскольку вот эти учебные лангриды я по-прежнему пишу руками, то есть я текст не прошу писать чат-GPT, мы останавливаемся на стадии конспекта, то есть структура, конспект, какие-то отдельно мультимедийные вставки для предложений. Сами тексты я пишу уже руками, и поэтому в качестве примера могу не целый лангрид загнать, а могу просто структуру его показать и сказать, сделай мне, пожалуйста, так же. Что это дает? В процентах я сказать не могу, но написание одного такого лангрида, у меня занимало 14-15 рабочих дней. То есть сбор материала, подбор примеров кейсов, написание текстов, разметка, и потом это шло уже на верстку. Сейчас через чат-GPT я эту работу сократила до 4-5 дней. То есть вот структура, какие-то идеи. Мне остается написать текст, пользуясь конспектом, подобрать ссылки, цитаты, исследования. Естественно, чат-GPT в этом не стоит доверять, и это нужно делать работу, конечно, вручную. Но экономия времени очень значительная. Для методиста это важно, потому что та работа, которая повторяется регулярно, та работа, которая повторяется изо дня в день, заметно ускоряется и упрощается. И остается время на какие-то исследования, остается время на какие-то эксперименты. По моим заметкам, чат-GPT не очень эффективен тогда, когда у вас задача разовая, идет один какой-то конкретный запрос. Я могу написать, найди мне такой-то материал, расскажи мне там, является ли вот это слово и это слово синонимами, и если да, то в таком контексте. Но это не очень эффективно. Намного эффективнее давать чат-GPT те задачи, которые вы делаете регулярно, и писать промпты, которые как раз позволяют раз за разом добиваться гарантированных результатов. И для того, чтобы результаты были гарантированы, для того, чтобы получать уже предсказуемые ответы, предсказуемые респонсы, я использую три основных метода. В первую очередь, это понимание того, что промпт методиста, методический промпт, это скорее цепочка запросов. Это не одна простыня текста, которую вы отправляете в чат. Это именно цепочка последовательных запросов. Мы обрисовали портрет целевой аудитории, поставили учебные цели, выбрали методику, структуру, силабус, контент и так далее. То есть идет именно через цепочку. Я выписала варианты промптинга, какие можно использовать. List to most, generate knowledge и few shot, которым я тоже довольно часто пользуюсь. Что такое объяснять не буду, чтобы у вас еще остались вопросы. Второй принцип, которому я следую, это использование обратной связи. Что обычно мы делаем? Написали запрос, получили ответ нейросети, сказали, это не то, и пошли писать руками. Но если в этот момент мы не закроем вкладку, а напишем чат GPT, что именно нас не устроило, по каким параметрам мы оценили эту работу высоко или низко, и попросим повторить, мы скорее всего получим лучший результат. И таким образом внутри одного чата мы можем потихоньку обучать нейросеть, давать ей больше и больше контента, больше контекста, и раз за разом получать более адекватные ответы. Обучение с обратной связью. Я видела промпты для программистов, которые работают через систему страйков, то есть штрафов. У меня авторский промпт для написания постов работает наоборот через систему наград. И принцип мультиагентности, когда одну и ту же мысль вы можете прогнать через разные чаты, у каждого чата есть своя роль. Один чат методист, другой критик, третий наоборот восторженная аудитория и так далее. И вы можете тестировать и гипотезы методические, и тексты, и какой-то учебный контент, используя принцип мультиагентности. И, наконец, третий принцип. Любой сработавший промпт, вот даже если это не совсем то, что вам нужно, даже если это черновой вариант, сразу уходит в базу. К сожалению, активно работая с чат-жепити, у нас вот куда-то чаты уже ускользают, и сложно найти именно тот запрос, который прекрасно сработал в прошлый раз. Поэтому, как только попробовали что-то, как только что-то сделали, сразу добавляем это в базу промптов, и я отдельно еще держу базу дескрипторов, ключевых слов, на которые нейросеть реагирует определенным образом. То есть для английского языка, например, это очень важно. Будет это simple language, natural language, simplified, clear и так далее. Поэтому дескрипторы тоже выписываю отдельно. И в плане учебного контента самые главные три задачи, которые я могу выполнять с помощью своей базы промптов, это транскрибация и расшифровка. Очень много материалов существует в виде вебинаров. И вот мы с Павлом Юрьевичем уже говорили на эту тему, что вебинаров много. Их можно расшифровать. Чат-жепити прекрасно чистит текст, удаляет слова-паразиты, повторы, структурирует предложения. Это как раз та работа, которую можно отдать ей полностью. Может написать саммари или выделить основные мысли, или выписать основные цитаты и показатели из текста. И, наконец, это переупаковка. Текст вебинара после расшифровки. Берем его кусочек, и он спокойно может превратиться в карточки для соцсетей, в чек-лист, в алгоритм или действительно в какой-то тест он может превратиться. Вот таким образом мы работаем в Сила Меди. И я повторю, что уже 4 месяца каждый день я работаю с Чат-жепити, пробуя те или иные варианты, собирая базу своих методических промптов. Я надеюсь, что рано или поздно у нас появится какое-нибудь методическое объединение, где мы сможем обмениваться своими идеями, своими запросами, своими методиками промптинга, и тем самым делать работу методистов и педагогических дизайнеров еще более эффективной. Спасибо. Я мысленно аплодирую. Настя, как всегда, замечательно. И у нас сразу лес рук, как говорят в школе. И я иду к первой из них. Анастасия, спасибо огромное. Мне кажется, опасно даже делиться таким знанием эзотерическим на широкую аудиторию, потому что я расшифрую всеишнюю запись вашу и попрошу Чат-жепити сделать мне конспект. У меня вопрос такой. Чат-жепити, по-моему, что он бывает галлюцинирует, у него есть такой еще, как удачно назвали, синдром рыбки-дори. То есть, когда он забывает, что он уже об этом говорил, он начинает опять это же, другими словами. Вот сталкивались ли вы с этим, и если да, то как вы с этим боретесь? Представьте, сколько у меня еще внутренней информации компании, если вот таким вот я делюсь в открытое. Да, я сталкиваюсь с галлюцинациями и со синдромом забывания, и с работой внутри чатов. Во-первых, надо четко понимать, что может быть внутри одного чата, что не может быть. Во-вторых, нужно понимать, какое количество информации, буквально считаем в токенах, Чат-жепити может обрабатывать без вот этих вот глюков. То есть, есть определенное какое-то количество запросов, которые гарантированно синдрома рыбки-дори возникать не будет. В-третьих, есть промпты, которые позволяют снизить риск, не избежать полностью, но снизить риск. И, например, для своего авторского промпта, который занимается написанием контента, не учебного, просто постов, у меня есть такой подход. Прямо в промпте прописано, что каждый запрос, обозначенный определенным образом, это новый текст. Не нужно использовать информацию с предыдущего чата, а нужно каждый раз относиться к этому тексту, как к абсолютно новой порции информации. И вот это позволяет как раз избежать. Чат-жепити как будто обнуляется, хотя на самом деле это, конечно, не так, но он перестает смотреть на предыдущие сообщения, и синдром возникает намного позже. Спасибо огромное. Так, прошу, Константин. Вот я даже пытался понять, сколько методистов от системы общего образования вообще понимает, что вы говорите. Ну, это так, это реплика. А вопрос вот в чем. А не пробовали ли вы научить чат-жепити, скормив ему, там, не знаю, условно говоря, какую-нибудь длинную скучную лекцию или голову из книги, сделать уже сразу лангрид? Нет, я не пробовала по одной простой причине. Во-первых, длинная скучная глава из книги требует разбивки, чтобы мы укладывались в лимит токенов. То есть это задача раз. Мы можем кормить только определенными порциями информации, и лучше делать чанки, то есть законченные кусочки знания. Это уже ручная работа, ручная сортировка материала. Во-вторых, поскольку мы загружаем информацию порциями, то мы должны и прописать обработку либо каждой порции, а потом суммаризацию, либо прописать промт, который говорит, погоди, я сейчас загружу 8 тебе огромных кусков, и только потом начинай с ними работать. И это уже делает бессмысленно, это уже не автоматическая работа, это уже так или иначе работа ручная. В-третьих, мы не можем ЧАДЖПТ сказать увлекательный, интересный и динамичный лонгрид. Он просто-напросто нас не поймет. Во-первых, не поймет слово лонгрид, ему нужно написать по-английски снова snowfall. Во-вторых, не поймет по каким критериям. И именно поэтому вся вот такая работа идет через цепочку промптов. Сначала загрузили, потом попросили сократить, потом попросили структурировать, и вот через цепочку промптов это сделать можно. Я все про свое, про автоматизацию. Но вы обрисовали целую индустрию, которая может быть через несколько лет возникнет вокруг этого явления. Вы пионер этой индустрии. А если, видится ли вам уже на этом этапе какие-то идеи автоматизации вашей деятельности поверх чата GPT, которые упростили бы вашу повседневную работу? Однозначно да. Во-первых, я до сих пор не увидела сервиса, который позволяет делать презентации так, как мне хочется. Во-вторых, помимо того, что я пишу тексты, например, для постов, нужно сразу к ним изображение. Сейчас для меня это два сервиса. Первый идет в чат GPT, второй идет, например, в Leonardo, Stable Diffusion, Кандинского и так далее. Я хочу сервис, который умеет это делать все сразу. Конечно. На самом деле, вполне появляется сейчас очень много экспериментов на основе чат GPT. Есть сервис для преподавателей, который умеет генерировать отчеты шаблонные. Конечно, не на русском языке, но тем не менее. Сделай мне план уроков по такой-то теме, сделай мне учебную программу для такого-то курса. То есть уже появляются подобные эксперименты. Но это пока что именно эксперименты. Я думаю, что дождусь того, когда будут полноценные уже рабочие сервисы. И сейчас я стараюсь участвовать в тестировании российских сервисов по тем же презентациям, по сервисам для преподавателей. Мне очень интересно смотреть, пробовать, что предлагают. И может быть, где-то помогать высказывать наше общее мнение сообщества для того, чтобы сервисы для нас были более удобными. Спасибо. Сейчас я сначала отвечу на смех и хлопки. Я хочу отметить, что Настя автор курса по эффективной учебной презентации. И ее претензии к качеству презентации гораздо выше, чем вы можете подумать. Поэтому ей сложно. Я думаю, что если бы этот запрос написал кто-то, может быть, из нас, или обычный преподаватель, скажем так, то результат был бы лучше. Так что в данном случае смех не совсем оправдан. Замечательно. Сейчас я прочту из онлайна вопрос. Я, как и искусственный интеллект, не понимая слово промпт, хотелось бы на русском. На русском это будет что-то вроде подсказка. То есть мы подсказываем чат GPT, какой текст мы хотим получить. То есть одно дело, это просто я пишу, напиши мне текст о правилах сетевого этикета. И другое дело, я делаю ему подсказку, напиши мне пост для телеграмма, для такой аудитории в таком стиле. То есть первое будет запрос, а второе будет уже промпт. В том числе можно считать и ТЗ, но все-таки ТЗ с моей точки зрения более структурированный, более подробный, чем промпты. Набор промптов это ТЗ, согласна. Здравствуйте, что я вам хочу сказать, что тема, как минимум, кандидатской диссертации, методология миграции традиционного контента в цифровую образовательную среду у вас уже есть, работает. Рано или поздно я доберусь до методички, согласна. Так.